здравствуйте друзья у нас вопрос на канале как американцы соседи общаются другими американцами соседями в квартирах или в домах где они живут и это вопрос очень интересный потому что они могут вообще никак не общаться ну то есть есть некоторое общение на уровне того что ты когда видишь что человек из машины выходит из дома там и ты ему рукой помахал он тебе рукой помахал и так вроде все очень бежливо вот собственно у нас например в основном так вот соседями ограничивается ну то есть бывает мы можем там потрепаться где-то на улице встретиться ну так вот еще от места зависит мы раньше жили там публика чопранная более было в лос-алтесе а сейчас мы все не вылежим здесь публика гораздо более такая душевная и расположенная потрепаться поэтому если у тебя есть желание потрепаться и они с удовольствием то есть тут найдется очень много желающих там так далее как то вот мы сами может быть не очень расположены но если у вас дети да вот допустим вот я живу у нас ребенок они живут у них ребенок дети ходят в школу тогда уже возникает сразу много общения потенциально то есть например я могу отвозить детей в школу а допустим соседка их забирают или например мы можем в этой школе участвовать в какой-то общественной там работе там очень много волонтерства всякого со стороны родителей в организации там мероприятий тогда мы можем на этой почве очень сильно общаться но просто чтобы с человеком общаться нужно какую-то общую часть жизни что ли да если если все что у нас общего есть то что у нас забор общий ну мы можем поговорить о заборе там если надо его починить вот так если допустим у нас уже что появляется еще типа там отвезти детей привезти детей там собрать там какую-то группу в этой группе там что-то обсуждать или там резать клеить какие-нибудь флажки к празднику значит соответственно будет больше общения такого общения чтобы дайте взять бутылку там среди ночи там сказать джимми там вставай чувак я выпьем такого нет такого нет так что пока дома пользуйтесь возможностью пообщаться с соседями